Всем привет, это Animon. Сегодня мы познакомимся с новым java-дебаггером Halic. Буквально вчера он получил ранний доступ, и теперь мы можем его попробовать. Для начала посмотрим на примеры. Вот так выглядит страница отладки. Здесь у нас есть ползунок timeline, перемещая который мы просматриваем ход работы нашего приложения. Начинается всё с метода main с первой строчки. Далее мы заходим в конструктор, создаем объект, далее создаем два потока и вызываем их. Это главный поток. Здесь есть переключатель на все другие потоки, которые у нас есть. Два раза щелкнув по переменной мы добавляем ее в watchlist. Здесь можно просмотреть историю изменений этой переменной, а также в каких потоках она изменялась. Вначале она undefined, вообще-то это похоже на недоработку пока что, так как продукт еще сырой. Вообще-то сейчас здесь у нас 10, но нам показывает undefined. Мы инкрементируем, и сейчас у нас будет в этом потоке 11. Далее, следующим у нас будет выполняться этот уже поток 14. Поэтому вот здесь будет 12. Далее опять выполняется поток thread 13. Здесь у нас будет уже 13. И, наконец, поток thread 14 изменит на следующем шаге переменную var в 14. В watchlist есть различные представления. Простой список, таблица и график. Но графики мы узнаем немножечко попозже. Вот так выглядит отладка в халек. Теперь поставим плагин в Intellish Idea и попробуем сами на своих проектах. На сайте есть инструкции по остановке, в котором говорится, что нам достаточно зайти в репозиторий плагинов для Intellish Idea, ввести в поиск халек и установить этот плагин. После чего перезапускаем среду и можем создавать проект, чтобы попробовать новый java-дебаггер. Попробуем на простом примере подсчет суммы. В Toolbar у нас появилась кнопка H для запуска программы в халек. Нажимаем ее, компилируется проект. После чего халек выдает ссылку на локальную страницу отладки нашего приложения. Итак, добавим сумму в watchlist. Также можно добавить и и. Сначала у нас сумма и переменная i не пронициализированы. Далее сумма приравнивается к 0. Потом i равно 0. Сумма равно 0. i равно 1. Сумма равно 1. i равно 2. 2. Сумма равно 3. i равно 3. Сумма равно 6. Дальше i равно 4. Сумма 10. По сути и здесь уже не должно отображаться, поскольку мы вышли за область видимости цикла, но халек нам ее почему-то показывает как 5. Следующий пример сортировка выбора. Добавляем array в watchlist и теперь у нас появляется ранее недоступный способ просмотра данных в виде графика. У нас есть не отсортированный массив. Мы проходим по его элементам и ищем минимальный. В данном случае это у нас элемент 0 по индексу 4. Меняем его местами с item элементом. В данном случае это 0 элемент. Поменяли местами. Далее опять ищем минимальный элемент. В данном случае это единица. Она здесь уже стоит на своем месте. Поэтому продолжаем. Следующий минимальный элемент это у нас тройка по индексу 3. Меняем его с элементом по индексу 2. Поменяли. Далее опять минимальный элемент. Теперь у нас будет 4. Меняем 4 элемент с 3. И наконец 4 элемент с 5. После чего получаем отсортированный массив. Далее я нашел некоторые баги. Вот в частности я не могу добавить minkey в watchlist. И житое тоже не могу добавить в watchlist. А также когда я добавляю темп в watchlist, он у меня как-то неправильно изменяется. Очень похоже, что это все-таки не темп, а житое. Продукт еще очень сырой. Как я уже говорил, он только вчера появился в раннем доступе. Поэтому здесь возможны баги. Надеюсь их скоро исправят. А мы идем дальше и попробуем написать свой вариант с отображения данных. Здесь у нас есть такая вот форма для добавления кастомных рендереров. Для отображения данных здесь можно использовать различные JavaScript библиотеки. Последний пример это калькулятор. Для входной строки сначала выполняется токенизация, потом парсинг, и в конце вычисляется значение выражения. Запускаем халик. Здесь я хочу посмотреть, как у нас распарсился expression. Я добавляю его в watchlist, и поскольку у нас здесь очень много шагов, я хочу пропустить их и перейти сразу к тому моменту, как только у нас выполнится вот эта вот строка. Это делается очень просто. Итак, вот у нас на 768 шаге выполняется вот эта вот строчка. Вот я добавил в watchlist наш expression. Вот так он выглядит рекурсивно. Вот так в виде таблицы. Но я хочу отобразить его в виде дерева . Я написал такой вот рендерер. Здесь для текущего значения, которое мы просматриваем, будут сначала обходиться полностью все дерево и создаваться expression, ну такой своего рода объект. И потом в следующем рекурсивном методе соединяются ноды. Сохраняем и... И вот у нас отображается абстрактное синтаксическое дерево. Операция у нас показывается числами. Нужно это исправить. Так как здесь у нас показывается код символа, мы преобразуем код в символ. Проверим. Вот. Теперь у нас показывается деление, умножение, вычитание. Сохраняем и смотрим. Итак, 2 умножить на 4 плюс 6 и все это поделить на минус 10. Думаю, такое отображение при обычной отладке получить очень сложно, поэтому халик здесь вне конкуренции. Лично мне этот проект понравился, так как он хорош при обучении, можно наглядно посмотреть работу алгоритмов. Также по заверению разработчика здесь можно будет поделиться результатом отладки со своей командой. Обсудить работу своей программы. Здесь есть комментарии. Как я понял, здесь будет какая-то регистрация. Может быть даже какой-то сервис. Может быть даже на халик.io будет хоститься это все дело. Ну, проект интересный, будем следить за дальнейшим его развитием. На этом все. Исходный код рендерера я выложу в статье на моем сайте. Ссылка будет под видео. Всем пока.